Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 и вот это вот ощущение, что ты со своими, что вы друг друга понимаете. Когда мы приехали в Израиль, ты смотришь, я просто первое, достаточно долгое время не могла понять, как люди просто так живут. Просто ходят за покупками, отдыхают, море, отдыхают, загорелые, беззаботные, смеются. Как так вообще возможно, когда там происходит такое, а здесь просто в жизни никто не думает, не сидит и не смотрит эти новости целыми часами, а просто наслаждается жизнью. И это длило достаточно долго. И, в общем-то, ну я так до сих пор от этого не отошла. Скажем, я ни разу в море не плавала. Я как-то не знаю, даже вот каких-то держусь своих вещей, которые очень небольшое количество, которые на руках можно было привести, которые были из Украины. И, допустим, вот у меня одни кроссовки, я даже сейчас в них сижу, в которых я вышла из своей квартиры. Вот я в них проходила все время. Ну мне уже говорят, Маша, иди уже купи себе новую обувь. А я не могу. То есть у меня какое-то вот есть ощущение, что, ну вот какого-то запрета на какую-то жизнь, да, и на то, чтобы ее вот как-то... Вот такое ощущение. Ну и, конечно же, следующее ощущение, потому что это специфически именно Израиль, то в этот же момент начали пребывать, причем в гораздо больших пропорциях, начали пребывать... Как же так сказать-то правильно? Ну как беглецы и беженцы? То есть вот вы беженцы, а они беглецы. Беглецы. Беглецы, да, из России. Вы сами из России, да, и происхождение ваше российское, вы россиянка были, и русская по нации, но... Не говорить так, Сакен, часто говорите, вы прям протест. Нет, нет, но я имею в виду по происхождению, но я думаю вот об этих людях, которые туда приехали, ведь наверняка там есть и знакомые ваши, и те, с кем вы... С кем вас история связывала, да, в вашей жизни, и вот они приехали. Кто эти люди, если не конкретно про ваших знакомых, а в целом ваше впечатление? Я могу сказать, мои впечатления такие. Это люди, у которых есть привилегия уехать. Это первое. И много из них... То есть это привилегия, в отличие от украинцев, да? Да, это привилегия. Вот, привилегия это возможность взять, значит, у тебя был, скорее всего, паспорт, у тебя были деньги, у тебя была возможность, потому что непосредственно им ничего не угрожало. Вот, ну просто вот что-то тревожно, и это те люди, которые самые богатые, самые мобильные, которые никаких рисков не хотят, и на всякий случай имеют возможность на всякий случай уехать, да? Это все-таки самые богатые. Большинство людей уезжает, когда уже другого выхода нет. Это люди, у которых нет ресурсов, да? У которых нет. Поэтому это они. Многие из них... Так получилось, и почему я тоже с ними общалась, это буквально друзья с детства. Вот, вот как раз это интересно. Друзья с детства, это друзья там из двора, это друзья из школы, это вот какой-то круг, с которым я не то чтобы, ну, поддерживал какие-то отношения. Это люди, которые точно не поддерживают войну. Они говорят, нам стыдно, это все ужас. Вот, ну и следующий тип людей, которые тоже меня много с ними связывало, это журналисты либеральные, там, либерально-демократическая общественность. Активисты в прошлом. Да, те, которыми я, в общем-то, и папа, моя честь папа была знакома, и потом, когда сама этим занималась, я их всех тоже знала. Это, в общем-то, люди, ну, которые знакомые, близкие. Может быть, я даже в каком-то смысле по ним скучала, пока жила в Украине, я никогда не ездила. Да? Ну, вот как-то вдруг они оказались. И вот тут-то начался какой-то самый такой тяжелый, неопсихологический конфликт, тяжелый опыт. И в чем он, это то? Ой, это просто... Просто вы для них украинка? В чем проблема? Нет, они просто не понимают. Они считают, что... Они вообще не понимают. Не то, что я украинка. Они вообще не понимают. Ну да, ведь они же, по умолчанию, сочувствуют, наверное, они сочувствуют. Я не встретила ни одного человека, который бы поддерживал. Я даже хотела такого встретить, думаю, вот встретить бы уже такого, блин. Ну, наверное, там есть, но они раньше уехали. Ну, я их просто не поймала. Я думаю, подись мне вот этот, кто-то хочет, скажет что-то. Ну, вот нет таких. Но они абсолютно лишены эмпатии. В отличие от всех остальных, они не задают ни одного вопроса. Я вот прям меряю. Я уже с каждым человеком беседую и жду. Будет ли хоть один вопрос про Украину? А что в Украине? А что у тебя в Украине? Кто остался? Нет ли кого-то, кто ранен? Нет ли кого-то, кто под бомбежками? Чем помочь? Чем помочь тебе, чем помочь Украине? Они ходят и как раз говорят об одном, что от меня просто взрывает меня от этого, что почему люди не понимают, что они не меньшие жертвы этой войны, чем украинцы. И меня эта постановка вопроса, она мне кажется настолько эгоцентрично-нарцистичной, что меня просто вот отсутствие... В том-то война-то во многом произошла. Да, Путин захотел эту агрессию и накачивал долго. А вся вот эта вот как бы тусовка либеральная не интересовалась Украиной. И они действительно продолжают даже после войны полностью ей не интересоваться. Откуда эта зацикленность на себе? Откуда она? В чем ее корень, этой зацикленности на себе, на своих? Мне кажется, это такая же вот часть имперскости, наверное, когда вот такая же просто звенья, какие-то другие звенья той же цепи. Это провинциальность. Как бы вот при всей имперскости провинциальность, потому что именно провинциальность предполагает, что ты думаешь только о себе. Да, я в своем маленьком мерке, не думаешь о других. Мало того, это же все-таки уже проявлялось и раньше. То есть после того, как случилась война в 2014 году, у меня много друзей, политиков оппозиционных, какие-то люди. Во-первых, я когда с ними общалась, они все время не жаловались, почему же вот эти вот украинцы ходят и что-то им пишут в комментариях, и что-то спрашивают их там. Вот просто замучили спрашивать про Крым. Я говорю, что война идет, люди гибнут. Не, они надоели вообще. Это опять-таки самые совестливые. Да, и скажем, самые известные, скажем так. Да, они задолбали, да почему они к нам пристали. Я действительно могу это подтвердить. И мы говорим тут не о тех, кому 20 лет. Мы не говорим о тех, кто поддерживает, не о тех, кому 20 лет. Дальше, если позвать любого человека, допустим, в Украину или обратиться с чем-то, или вот даже вот, ну я знаю, что журналисты, когда пытались их пригласить и что-то спросить. Да, неинтересно. Они говорят, у меня это, нам Украина неинтересна вообще. Это наша тема неинтересна. Даже до начала войны, когда вот уже шло, когда танки стояли, давайте вы скажите что-то, нам эта тема вообще неинтересна. Ну извините, если вам это, если там у людей агрессия, а вам это вообще неинтересно, понимаете, то что можно сказать? Потом, когда начинаются разговоры про то, кто жертвует, а кто нет, я им всем говорю, скажите, пожалуйста, а почему вы сейчас уехали? И где вы были 8 лет, пока дамбили бомбас? Где вы были? Почему вы ничего не делали? Ну это вот одна вещь. И все жили как нормально, и все было хорошо. Сейчас уехали. Но уехали и занимаются там своим проблем открытием банковского счета, попыткой вернуть ту жизнь, которая у них была, воссоздать ее в каком-то другом месте. Но очень мало людей, я не говорю, что все, очень мало людей, которые занимаются Украиной. Потому что если тебе стыдно, и ты считаешь, что твоя страна, к которой ты причастен, нанесла, совершила вот, ну совершает чудовищное преступление, жестокость, то какая должна быть, мне кажется, человеческая реакция? Ну каким-то образом попытаться на каком-то уровне восстановить, да, сделать что-то хорошее, помочь. Этот ущерб, да, хотя бы со своей стороны попытаться этот ущерб, Некоторые, кстати, я перебью, некоторые еще умудряются, при том, что уехали регулярно летать в Россию, да, и находиться с ней в постоянной связи. То есть это не беженство в чистом виде, когда человек не может приехать. Люди из Харькова не могут приехать в свои дома. Люди из Донецкой области не могут приехать в свои дома, да. Люди из Херсона, убежавшие от оккупации, не могут на данный момент вернуться туда, потому что там оккупационная армия стоит российская. Так вот, что я могу сказать? И это странно. Это прям, они все, первое, у них у всех, большинство из них, те, кто уехал, почему я говорю, это привилегия, у них уже было гражданство, у них у многих уже были квартиры, у них были деньги, они жалуются, я взял 10 тысяч долларов всего, и вот приехал. После того, как я видел людей, которые не успевали снять свою зарплату, работая в магазине, и ехали просто без копейки денег с пластиковым пакетом, едя в Европу, с одной мыслью, мне только работу, любую работу, мне любую работу. И ничего не просили даже, когда вот предлагали волонтеров, что вам дать. Люди приезжали, говорят, только дайте работу, любой, я готова на любую работу. Таких людей очень много. И представьте себе, что это можно как-то вообще еще после этого начинать говорить про то, что ставить вопрос о том, что они кому-то важны, их надо сохранять. А зачем их сохранять? Вот всякие проходят форумы, да, я тоже смотрю, меня все время от них трясет. Например, что нельзя отменить русскую культуру. Или что русская культура ничего не сделала, чтобы этой войны не было. Зачем мы должны ее спасать? Для чего? Тем более уж не культура, а представители этой культуры. Именно поэтому, мне кажется... Один стол в Израиле был круглый стол. Да, посвящен Украине. Я специально посмотрела. Нет, он был посвящен вот этому всему. Марат Гельман проводил, все приехали. Там, ну, кто-то мне сказал, что было два, но я прямо сама смотрела программу. Три дня масштабное мероприятие, все приехали. Один круглый стол по Украине. Из всех вот этих. Из всех. Там все какое-то, и музыка, и там, и какой-то современный... Там были концерты, чтения, ну, такое, да. Вот это все. Ну, как это можно? Понимаете, мне кажется, именно отсюда из вот этого эмпатии, из отсутствия эмпатии, из неразвитости эмпатии. Мы об этом часто в этом цикле говорим, об эмпатии. И выросло такое пренебрежительное определение «хороший русский». Да, мы, оно же, мем. И это, это чистый мем. И в нем есть пренебрежение. Но почему я вспомнил «хороший русский»? На днях читала одна украинская журналистка, Наталья Лигачева, телекритик, всем известный в Украине. Она написала очень интересно, что есть «хороший русский», а есть «адекватный русский». Очень интересно. Адекватный, кто переживает, сопереживает, кто выбирает как минимум молчать, если он ничего не может сделать. И она очень хорошо резюмировала, что если «хороший русский» раздражает, то «адекватный русский» как минимум не раздражает. Да, потому что я тоже видела, я тоже видела людей обычных простых людей. Вот скажем, у моей дочери, девочка из Калининграда, ее мама работала на заводе каким-то директором по производству. Когда началась война, она не имела отношения ни к чему, она начала писать посты у себя в своих небольших столетях, какой ужас, война, как же может быть. Ей коллеги сказали, слушай, ты такие посты пишешь, ты уж лучше уезжай. У тебя там, я слышала, что в Израиле есть, она уехала, пошла в Израиль работать на завод, на самую низшую должность. Она ничего не говорит про то, что ее надо спасать или что-то, она с достоинством живет. И она сказала, я встречала таких людей, которые, не сделав заявление, не сделав из этого какой-то подвиг, действительно не смогли в этом жить, уехали и молчат, и стараются помогать. Еще и они будут собирать деньги, вещи для того, чтобы ходить. Многие из этих людей ходят на украинские, скажем, митинги и акции. Потому что вот такие люди тоже есть, не надо сказать, что их нету. Но, к сожалению, это небольшая прословь и незаметна. Они не пишут в фейсбуке. И они не говорят, что если все, кто пишут в фейсбуке, замолчали бы, просто помолчали бы. Потому что просто вот на какое-то время. А потом бы, помолчав немножко, может быть, поинтересовались у украинцев. А вы сами-то от нас. Вот что ждете? Чтоб мы молчали. Чтоб мы, говоришь, мы собрали деньги. Чтоб мы к вам никогда не приезжали или приехали. Чтоб, я не знаю, что мы поехали и давили на конгресс в США. Я не знаю, лоббировали там какие-то интересы. Что нам надо делать, чтобы, ну, быть адекватными? Адекватными. Адекватными русскими, да. Я, чтобы эту тему... А еще меня тоже, мне очень тоже обижают. Мне говорят, какая вот... Ну, ты знаешь, когда я просто спорю, и у меня все время эти спори очень плохо заканчиваются. Они заканчиваются скандалами, разрывом отношений. То есть столько у меня теперь нерукоподатных людей. У меня вообще такого не было. Это вот сейчас очень-очень у меня распространено. И мне говорят, вот ты пожила в Украине, считаешь себя теперь почему-то украинской, отделяешься от нас. Я говорю, ну, во-первых, вот после этого, всего того, что произошло, я вообще не могу понять, что меня с вами связывало. Вот честно. Я не понимаю, что мой отец делал. Вот потратив свою жизнь, там, лучшие годы веря вот в эту мистию, которую он несет. Вот я работал в России, очень рано был активистом, и делал, и верил в какие-то мои проектики, там, или какие-то реформы, что это что-то поменяет. И вот смотришь на этих людей, на тех, которые хотят воевать и поддерживают эту войну, и тех, кто вроде как против, и думаешь, а что вообще у меня на самом-то деле было с ними общего? А война разделила это все полностью. Я уже, ну, и просто не могу. Я понимаю, что мы действительно разные люди. Мало того, это чувствуют дети. Вот моя дочь, она ходила там, допустим, на украинский митинг, она говорит, мама, я первый раз за все это время была счастлива. По-настоящему счастлива. Это такой кайф. Я там все горло прокричала. Мы так здоровы. Аня, ты, я вот, это все-таки такая разница, говорят, русские украинцы. По вечерам сидим, новости украинские песни и плачем. И когда я ее спрашиваю, ко мне бывают прям тяжелые моменты, да, я говорю, Селешечка, а что бы тебе помогло? Она говорит, оказаться в Киеве, хотя бы, хотя бы на пару часов оказаться в Киеве. Я могу сказать, что правда, вот я оказалась в Киеве. И это первый раз за все это время, вот за вот это время, вообще как ехала в Украину, что мне стало спокойно и хорошо. Как это ни странно звучит и парадоксально. Да, это, видимо, только отсюда понятно, да, там извне нет такого ощущения, что здесь может быть спокойно и хорошо. Потому что когда ты читаешь, ты тревожишься очень сильно, ты читаешь эти новости. Ты чувствуешь, что вот ты гораздо, опять-таки, ты не можешь оттуда выйти. Здесь ты знаешь, что ты следишь за новостями, ты смотришь, ну ты знаешь, вот произойдет, я узнаю, да, я все там, мы все живем в этом, да, все сразу. А там ты не можешь отличить, ты смотришь, ты пытаешься там, не можешь с этого сойти, с этого потока. Вот читаешь вообще все, смотришь все стримы, всего Арестовича. Ну да, весь телеграмм, все, да, да, да. Всего Арестовича, которого все, которого, Гордода, все, 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 что есть. Сейчас, например, спокойно это не смотрю. Я нахожусь здесь, ну как быть, что-то чувствую, да, я думаю, понимаю, что... Да. Немножко еще буквально последний вопрос про Израиль. Все-таки отношение Израиля к войне, оно меняется с течением времени, с течением этой войны, да, если сначала мы видели очень деликатные, осторожные заявления, да, помогали лекарствами, да, опытом, да, врачами, может быть, еще какой-то помощью, от которой не говорят. Ну, есть больницы, больницы, да. Но и параллельно с этим мы видим, как меняется отношение России и Израиля, да. Это откровенно антисемитские заявления или, скажем, такие пренебрежительные заявления в отношении государства Израиль, еврейской политики, израильской, закрытие Сахнута, агентства еврейского. Вот это все что? В итоге Израиль будет большим другом Украины со временем? Я думаю, да, по разным причинам. Первое, Израиль все-таки это демократия. Это может быть демократия такая, не всегда очень функциональная, но это демократия, там постоянно проходят выборы. Очень много. И как раз был дисбаланс между тем, что общество, население израильское на стороне Украины в своем большинстве это опросы показывает и сочувствует. А элиты, да, продолжали, особенно военные, продолжали тот курс, который был выбран, на сотрудничество с Россией, связанное с несколькими вещами. Первое, что Сирия. И это очень чувствительно. Израиль это страна, маленькая страна, которая защищается, которую тоже обстреливают. И у них проблема, что Россия в Сирии доминирует в небе, а им надо иметь возможность кидать эти бракеты в Иран, чтобы их не сбивали. И у них, ну вот в связи с этим, поскольку это касается их выживания, их безопасности, это чувствительный вопрос. Это первое. Второе. Было все время ощущение, что Путин все-таки мог бы быть, но не антисемит. И уже спасибо. Лично. Лично Путин. Хотя сейчас уже понимаешь, что Путин-то не антисемит, а все вокруг антисемита. И до этого обязательно еще дойдет. Вот. И третье, это то, что Украина никогда не поддерживала Израиль. И об этом тоже говорят и с болью, и слизаватой на глазах. В смысле международной политики. В ООН голосовала против. Он говорит, а где когда-то нам хоть нота сочувствия. То есть, опять-таки, в следующий раз, если прилетят, не дай бог начнется что-то, да, и там начнут летать ракеты, то, может быть, тоже имеет смысл выразить какое-то сочувствие и что-то... То, что, видимо, Украина стоит в какой-то другой коалиции, а там, когда страна воюет, люди такие вещи очень... Мы же сейчас это сами знаем. Зеленский, он еврей по происхождению. Они это понимают, они знают, насколько его происхождение... И вообще, эта тема насколько для израильтян и израильской политики важна. Как они относятся к президенту Украины? Вот это очень для меня удивительный и странный момент. Первое, в начале, когда его избрали президентом, они очень гордились. Ну, что наш вот. Потом, обвиняя Украину в антисемитизме, они абсолютно полностью, полностью вот, абсолютно те, кто, с кем я беседовал, на мое удивление, я никогда не могу поверить и понять, игнорировали тот факт, что у нас президент. Президент, который получил максимальную поддержку в счастье и возможной, еврей. Еврей, который не перешел в другую веру. Еврей, который не скрывал, что он еврей. И он стал президентом, а до этого был Гроздьман, то же самое. Где еще? Я специально, когда беседовала, мне было видно, что эти все обвинения в антисемитизме, то, что почему-то считается, что в России нет антисемитизма, а в Украине есть антисемитизм. Ну, находятся где-то в чае, приходят какие-то активисты, минору где-то, еще что-то. Я говорю, ну, хорошо, есть придурки, да, везде. В любой стране. В Америке ты найдешь те, кто будет такое делать, да. Ну, сказать, что там, и там наверняка много антисемитов, да. Америка поддерживает, скажем, Израиль, и никто не говорит, да, когда говорят, в первую очередь, вот этих вот не вытаскивают, вот какие-нибудь там. А вот про Украину все время, как такое может быть? Я специально погуглила, посмотрела, а сколько вообще за всю историю, вообще, при том, что евреи представлены и в науке, и там, и сям, кто из них становился политикой? Где они становились президентами? В разных странах, да. В разных, во всех странах, да их там, не знаю, человека два, по-моему, всего. Ну, то есть, есть список из десяти человек, но это те, кто хрестились. Ну, то есть, по происхождению евреи, но стали крестьянами. Ну, уже давно, да, и уже стали крестьянами. Иногда их уже невозможно считать прям евреем. Ну, просто только в Украине. Ну, где-то вот еще, я не помню где, но только в Украине это и было. Ну, просто Зеленский сейчас уже как символ, да, в граффити появляются везде. Ну, его выступают. Они же, ты понимаешь, он выступал. Его выступление, конечно же, очень не понравилось. Вот, причем абсолютно понятно, может быть, поэтому Зеленский и выступал так, как выступал. Может быть, он не очень готовился. Ну, то, что он знал, что, чтобы он не сказал. Я всех потом спрашивала, те, кто написали какие-то посты. Ну, вот, вот, возмущенный. Я говорю, скажите, а вы все это пишете? Вот идет война, человек ведет тебя героически. А скажите, пожалуйста, вы все это пишете? А скажите, а были хоть какие-то слова, любые, самые лучшие, которые бы мог сказать, что изменило бы ситуацию? Он да. И говорит, нет. Но при этом, конечно, легче обвинить в этом, да, и сказать, что это он просто что-то не так сказал. Вот, и это не крайне я с этим, но опять-таки поменяется, это меняется уже, и выборы могут это поменять. Если, опять-таки, украинская диаспора и украинцы серьезно сейчас займутся именно влиянием на политический процесс и начнут вот это все устраивать, давайте вашу позицию, так в чем она состоит, то это может сдвинуться. Плюс, видя то, что происходит, я разговариваю с людьми, израильтяне говорят, что мы начинаем, возможно, пересматривать наше представление о несокрушимости вот этой доминанты в небе. Российской. Российской, да. Но сегодня говорят, что не по любви мы, не по любви. Не по любви. Не по любви, да, а по их возможности контролировать мимо. Мы уже постепенно к концу движемся. Я пару вопросов буквально по поводу вашего отца Егора Тимурча Гайдара, реформатора великого. Вот я недавно делал интервью с Аллой Дудаевой по поводу чеченской войны и для себя с огромным, кстати, для меня это сюрприз, настолько это не артикулировано в информационном пространстве, что оказывается Егор Тимурч, в общем, из-за войны ушел и прервал свою карьеру. Да, он что удивительно, он был, наверное, единственным вообще человеком, по крайней мере, я не знаю, в современной России, кто вообще по идеологическим причинам, насколько я знаю, может быть, я кого-то забыла, ушел в отставку, а ушел в отставку, он как только началась война в Чечне. И на этом его политическая работа в правительстве закончилась. Это было давно, но он был единственным. По-моему, он был единственным. Да, второй человек в России, по сути. Да, второй человек в России, да, он ушел в отставку, и он никогда не поддерживал войну. Он написал, если кому-то будет интересно, вот сейчас, знаете, такое время, когда, ну, мы все, наверное, да, мы пытаемся понять, потому что это же невозможно осознать. Принять это невозможно осознать, это все равно, я не знаю, понять это, наверное, все равно до конца будет нельзя. Но если хочется посмотреть какие-то большие перспекты, такие вот, да, какие-то фундаментальные, может быть, причины, да, уйти в какой-то глубь времен, какой-то историчных каких-то процессов, то мой отец очень много потом писал и рефлексировал, и как раз одна из главных угроз, одна из главных угроз, он как раз считал имперский синдром, при которой Россия начнет проявлять агрессию к своим соседям и пытаться восстанавливать Советский Союз. Он был за распад Советского Союза, он... А он мотивировал это как экономически или идеологически? Не экономически, нет, для него его сформировало как человек, и вот он проснулся, и вообще, когда была пражская весна? 68-й. Он дружил с поляками, он дружил с чехами, он дружил со всеми реформаторами, он абсолютно, он человек, который хорошо знает историю. Причем человек из, не просто канонической, а, скажем, такой образцово-канонической советской семьи, со своей мифологией, историей и так далее. Мало того, он очень четко говорил, ну, Крым, Крым, Крым же про Крым, всегда говорили, это было такое, вот, если, опять-таки, вспомнить, все, все вот это вот, которое давно уже началось, нытье по поводу, там, Советского Союза. Восстановление. Я говорю, а что именно? Как Крым, Крым, Крым забрали. На что мой отец всегда говорил, знаете, Крым, конечно, может, и забрали, но они отдали ядер наружу. И это гораздо важнее. И, ну, и все, да, и на этом вопрос закрыт, и он должен быть закрыт. А любое открытие этого вопроса, это же еще началось с тузлы. Да, конечно. Которые мы не отнеслись так серьезно, смеялись, тузлы, да, вот это все. Но вот он как раз и писал, там целая книга называется «Гибель империи», я думаю, в интернете можно... И она сейчас актуальна очень, кстати. Она актуальна, там вот как раз объясняется, во-первых, откуда эта имперскость, откуда она произрастает, вот эти истоки восточного, как бы, деспотизма, который присутствует в системе... и милитаризма, который присутствует в системе, ну, как бы, российской, потом советской, да, власти. И то, почему распался на самом деле, да, Советский Союз вовсе не от хороших, добрых чувств большинства людей, желания всех отпустить, а просто они уже не могли это тянуть. И, с другой стороны, он описывает и другие империи, как, после того, как они распадались, какие были переживания, политические претурбации, успешно оказались только те страны, которые смогли это пройти. И уже забыть про эту Индию и никогда бы... А там есть рецепт для России, как стать нормальной? Там есть рецепт, и главное, там очень четко написано, там есть вот рецепт абсолютно, и описан основной риск. И основной риск для России, это ровно, вот, закружиться в своих печалях и обидах. То, собственно, что сейчас... Собственно, и произошло, что закружилось, и это описано как риск, и, ну, поскольку мой отец, он такой человек, как бы, фундаментальный... Ученый. Ученый, и там это хорошо все просто аргументировано написано. Если кому-то нравятся и большие исторические перспективы, и большие процессы, и плюс какие-то конкретные данные, да, вот по тому, как бюрократия советского, как вот мысли, почему там тогда распустили, как эти соглашения, и как можно прийти к тому, чтобы... К тому, чтобы прийти, что это и есть конец России, и это и есть главный риск. Не экономический, никакой, а именно этот. Вот там это очень написано. И последний вопрос, Мария. Я вас знаю давно, и как журналист, в том числе, как активиста вас, с середины двухтысячных годов, когда еще в Москве вы с... Я была одна из немногих активистов. Одна из немногих активистов, которые боролись... Я и несколько еще человек. Тогда, когда многим еще казалось, что, в общем, все вегетарианские... Да, нас шеймили просто за то, что мы ерундой занимаемся. И вот, если посмотреть список тех, с кем вы... Кто были соратники ваши? Друзья, товарищи, побратимы, как бы сказали украинцы, да, это и Алексей Навальный, и Илья Яшин, и Белых Никита, и Михаил Саакашвили, в конце концов, уже сейчас в Украине после этого, да, очень многие из них просто... Он вернулся в Грузию и сейчас тоже политический заключенный. Вам не жалко, что вот так сложилась жизнь, что вы сейчас не боретесь так же, как они, что вы не в тюрьме, например, за идею? Не жалко ли мне, что я не в тюрьме? Да, за идею. Понимаете, Сакен, я вот, опять-таки, я говорю, что у меня вообще... Первое. Мы с ними вместе начинали, всегда обсуждали вопрос, что рано или поздно придется сесть. То есть все, и Алексей, и Илья... Белых нет, Белых не предполагал, что его... Белых вряд ли предполагал, Саакашвили, я думаю, понимал, что... Когда он уже летел, и понимал, что такая возможность есть. А вот Илья Яшин, Навальный, которые были друзьями, тоже, мы очень много все вместе общались. С Яшином вместе под мостом мы сели, с Навальным мы были ближайшими соратниками, вот до 2010-х. Много-много лет, да, у нас есть офис, был вместе совместная деятельность, проекты. Всегда это было как стало, никто это не хотел. И все как раз примеряли свои силы, да, насколько смотрели на Ходорковского, в том числе, как... Который уже тогда... Он сидел уже, да, и сидел, да. Особенно, когда Ходорковский вышел и таким, прям, можно сказать, помолодел, то есть если бы... Ну и выжил, и все, так оно стало как-то уже совсем, и времена стали меняться в худшую сторону, то это, ну, практически... Ну... Для женщин, которые политически, у них все-таки, как бы, ну, внимание, если есть к ним какое-то, то ничего, а так обычно просто женщин бросают. То есть мужчинам все-таки носят и маму, или кто-то, женщин оставляют совсем одних, вот им тяжело. Ну, вообще тюрьма. Это такая, да, ничего страшного. Вот. И я была практически, ну, как бы настроена, готова, что, да, это может произойти там раньше, позже, то есть не хотелось бы, чтобы раньше, что это будет какой-то путь, да. Но так получилось, что меня поставили перед таким каким-то выбором, который я никогда... Тогда мы это обсуждали вообще, который я абсолютно не предполагала. То есть у меня... Я взяла ребенка, которого там оставили без родителей. Я взяла ее под опеку. Мы уже жили, мы привязались друг к другу, у нас была семья. И мне надо было ходить, оформлять какие-то документы. И плюс я тогда развернула какую-то активную там свою политическую уже деятельность. У меня фонд был, который занимался поддержкой граждан. Ну, как бы против, фактически, чиновников и того, чтобы им давали все, что им должны давать, отвечали, когда должны отвечать. А иначе я там судила, устраивала скандалы, там все это писала, что все это... То есть юридическая поддержка. Это юридическая, но юридическая с неким освещением, да, пытка об этом рассказать, что вот так вот есть такая Мария Ивановна, она негодяйка. Она мало того, что плохо работает и в срок не отвечает, так пишет вот такую глупость, которую вообще, ну, позорно писать, поскольку... Ну, и очень хорошая. И вот как-то вот что-то, вот эта вот моя активность, очень как-то всем... И у меня вначале прошел обыск, а потом меня позвали, даже не буду говорить, кто, и сказали мне, Мария Ивановна, смотрите, вот вы... Вы же понимаете, что... Вот вы тут ходите, по бумажкам для ребенка хлопочете, у нас такая непростая юридическая ситуация. Ну, как бы, вы же понимаете, что вас даже сажать в тюрьму не надо. Вас достаточно задержать, ну, что элементарно, да, на 15 суток. И все. И вас уже лишат вас опеки и заберут ребенка. Поэтому вы, говорит, решайте, что вам дороже, политик или ребеночек. А если вам ребеночек дороже, то собираетесь. Вот у вас есть там что-то в Израиле. Вот собирайтесь и уезжайте. И вот в этот момент я, потому что я не думала вообще ни секунды с Акеном. То есть я могу сказать, что... Мне дело, что я сидела и думала, вот уезжать, не уезжать. Я просто бросилась, а на следующий день уехала. И опять-таки отличие... И тоже в Израиль уехала. Тогда у меня не было документов, никаких собранных там вообще. Уехала. Ни капли об этом не жалела, кстати. И мало того, вот я хочу тоже сказать, насколько разные чувства. Вот я оставила свою какую-то жизнь там в Москве. Там я была хорошей жизнью, комфортная. Все, друзья, квартира, где тоже какие-то книги там, книги. Какие-то еще от папы, книги от мамы там. Ну какие-то... У меня было ноль сантиментов. Я не скучала ни почему. У меня не было такого, что я хочу вернуться. Мало того, я даже когда уже потом приехала в Израиль, в Украину, я была рада, что я туда не езжу. Это настолько отличается от моих чувств по отношению к Киеву. Вот это вот ощущение, что я хочу вернуться, обнять землю, оказаться здесь, что это, господи, квартира, да, вот это вот все. Я по каким-то... По каким-то мелочам, да, вот я думаю, вот он, там мой цветок стоит, умирает. Там вот какие-то вещи, которые вот у меня даже близко не было, вот таких, ну вот какой-то ностальгии такого рода и такого желания, вот это вот ощущение прерванной жизни, что мне что-то сломали и развалили. Нет, нет, у меня вообще этого не было. Я вперед шла спокойно, оставляя там все, что там оставалось, не удавалось собрать в пару-тройку чемоданов, и не очень сильно, и вообще не переживала. А вот здесь сейчас совершенно другая ситуация. Поэтому вы вернулись, и поэтому мы вас пригласили. Очень рада. Спасибо, я тоже очень рада. Спасибо за этот разговор. И желаю вам всего доброго и вашей дочери. А я буду в Израиле отстаивать интересы Украины. Ну и приезжайте, приезжайте, будем общаться. Благодарю, Мария, и благодарю вас, уважаемые зрители. Это был очередной гость, очень желанный гость проекта «Люди доброй воли», активист, политик Мария Гайдар. Я же прощаюсь с вами, до встречи через неделю. Берегите друг друга и берегите Украину. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok